Всё, смотрим «Чародеек». Сегодня у нас микрофон рядом с нашими лицами. 16-я серия. Ты ровно поставил микрофон? Да-да-да. Все жалуются, что мне не достается микрофон, а только тебе. Так ты, я громче тебя. Девочки объединились в дружественном порыве, теперь конфликт Уилл и Корнелли исчерпал самого себя, и мы входим в новую эру дружественных рукопожатий, основанных ни на чём. Но, опять же, это детки, это нормально, и они внутри, в душе своей всегда стремятся к миру, к любви. И вот эти все условности, они только отделяют от этого блага. Всё, все подружились, все друг друга любят, и почему бы нам не продолжить смотреть, как они будут сосаться дальше с Калибом. Слушай, у меня вопрос, реально. Вот только одной Корнелли понравился Калиб, да? Может быть, он понравился и Уилл. Я думал, что ты скажешь, что это вообще понравился и тебе. Нет, нет. На самом деле, в первых сериях как будто бы химия какая-то была между ним и Уилл. Вот, я про это и подумал. Что если они начнут драться за... Что если они срутся, потому что, ну, показывается это всё, что это из-за Элеон, а на самом деле внутри... Из-за Калиба. Из-за Калиба. Ну, они ещё пока не очень сильно понимают, что это озвучили. Да, да. Чего не поёшь? А я не умею. Мне это не мешает. Ой, я обещал, что я выучу текст. Я чувствую себя как в школе, которая не выучила текст. День у нас одна команда. Мы сильны, дружны, не трогнет рука. Сбережён наш мир. Ответ, ответ, завеса крепка. Нам надо посмотреть английскую версию. Там говорят совершенно... Нам скинули в комментарии текст, там написано «Хлебка». Ну, с чего вы взяли, что я буду доверять этому тексту? Может, мы его сами напечатали. Ведь его взяли и перепечатали. Я говорю, что как поётся в англоязычной версии. Нам вообще давно советуют снять реакцию на английскую заставку, потому что она там как-то отличается. Да, давай займёмся этим. Мне вот очень интересно. Посмотрим, досмотрим до конца сезон и знатно кайфанём от заставки. Американский. Не свернуть с пути На шанс, на сейчас Землю спасти Чародейки Делай, что велят Не ешь, что даю И это новейшее оружие Фобоса Копалка Переросток Он ищет туннели От долины к замку У нас нет туннелей, Дрейк Жалко, что нет Новый персонаж появился? Не помню его Я тоже Мне кажется, это новенький Новый некий Дрейк Хорошенький Если он копнёт глубоко Знаю Он может проникнуть в заветный город Советный город Какой-то город? Зион Последний Аванпост Я же понимаю, что ты придумываешь сейчас Нет, ополчение от машин Зион Он находится очень близко к ядру земли А вот Фобос туда копает Это ж меридиана, а не земля Блин, точно Ты права Когда дашь сигнал? Планк не дать сигнал Планк отмывать железки А вот и наш сигнал Вперёд! Ещё один хороший Это передоз новых персонажей Ещё один хорошенький Нет, это не хорошенький Хорошенькая Слушай, мне нравится Она красивая Чему носа донул дубин? Или топором? Чем-то тяжёлым Нет, дубинкой Что? А, зомбировал их всех Охренеть А халеба нет, потому что он был под водой Да-да, но почему это только сейчас оружие было использовано? Ну что они его искали и не могли найти Вот сейчас нашли Или это единственный раз, когда на них напали Такой массированной атакой У него всегда был Утус в рукаве А чё? На калибр они повлияли? На бланка? Ой, на калибр это вот что? Калибр был в воде, а бланка... Ну, бланк... Бланк это бланк Он жрёт землю Мне кажется, это Мурия Какой-то мальчик, который ей нравится Это тот самый чувачок из, кажется, третьей или четвёртой серии Где была вот эта вот блондиночка? Да Но мы у ней показывали всё это время Вилл? А под что она танцевала? Они же перестали играть Ну, я более только... Она завелась уже такая Я уже завелась Я завелась! Я завелась! Дайте мне котету Более того, эта штука не беззвучно же поднимается Да, да, да Она такая Ещё чуть-чуть дотанцевать, чтобы они увидели Ха-ха-ха Эта, привет! Парни, вы закончили? А, нет, кое-кто съел гороховый суп Проветриваем Проветриваем Ясно Проезжала мимо И вспомнила, что хотела одолжить Мастерок! Конечно, бери, не жалко Проветрили! Можно репетировать Ой, Вилл, мы в пятницу играем на вечере Я слышала! Увидимся? Хочешь пойти со мной? Ха-ха-ха Ну, это так мило! Да, это мило Мальчаковый бэнд у себя в гараже Да, да, у всех такой был, наверное Даже у меня был такой У тебя? Да, только без музыки и музыканка Просто гараж? Просто гараж и с машиной Не моей Там был диван, я там спал Повтори, слово в слово, Вилл Хочешь пойти со мной? Запал Он на тебя запал Ага, это точно Эти разговоры с девчонками Мне всегда было интересно, о чем вы там говорите Я знал примерно, как мужской разговор состоит Ну, типа, вот она такая, она вот такая, туда-сюда Девочки, они всегда дают надежду Даже там, где ее нет Вот это меня всегда раздражало в разговорах с девочками о парнях То есть ты там, вот как сейчас Хайлин, да? Вот она просто говорит, что Ой, мы сегодня с ним поздоровались Ну все Все Это все Это значит, что ну все Слушай, это лучшая характеристика женских разговоров Надежда А у нас, наверное, обосрать твои надежды Да? Ну ты же халуй, кто такой? Или это просто меня так? Не могу поверить Вил пригласили на танцы, а меня еще нет Хорошо, что мы спорили Есть новости Слышали? Танцы в пятницу Что скажешь? Ой, какая она хорошенькая Крышиха Сэдрик с нашими строят землеройную машину Нет, ты мой кавалер Хоть ты идешь к семи и смени эти жуткие бутсы Потрясающе Почему нет? Она просто сама берет Молодец Что хочет Это круто И мне не нравится этот паритет Когда за мужчиной он должен брать Вынужден А если он Ну боится он тоже Ну как будто Страх это характеристика человека А не пола Я думаю, что уже нужно забыть Про вот это вот Парень первый должен Ну типа Столько несчастных браков Первый должен тот, кто хочет В этот момент Ну типа Без всяких предрассудков А второй даже может не догадываться О том, что он этого хочет Да, да Для него это может Я не к тому, чтобы девушки сейчас шли И добивались парней Как принято Как парни добиваются девушек Ну я не про это Мне вообще слово добиваться не нравится Да, оно в целом, да, неприятное Что значит добиваться Добиваться какой-то насильственный метод Я не хочу Добиваться внимания Скажем так Добиваться внимания Ну тоже добиваться внимания Это как игра, как игра Догони меня, это очень прикольно Правда Но когда Я просто Я к тому, что Позвать парня какого-то сходить куда-то Типа свидание Или просто на прогулку Или куда-либо Это не проблема Как было бы здорово Вот я жил в мире, в котором я Ты должен это делать А я не хочу А мне может страшно А я жила в мире, в котором Я не должна ни в коем случае это делать Потому что это неприлично Более того, в моем мире После того, как ты получил Ну ты дал приглашение Ты должен быть готов Что тебе скажут Пошел ты в задницу Несмотря на то, что она хочет Да, а девушки как раз не делают этого Потому что боятся услышать свой адрес Пошла ты в задницу Конечно, так никто не скажет Не-не-не, но в любом случае В целом это унизительно Пригласить парня куда-то Ну вот Да, ты как будто присмыкаешься Такого очень сильно хочешь А тем более признаться в чувствах Парню Это ж вообще зашквар Абсолютно уязвимая позиция Ну по крайней мере Это было так в обществе, в котором я раньше жила Больше за это ненавидел Потому что ты должен Мало того, чтобы провести первый шаг Я не против первого шага Я против того, что тебе в обязанность Вставляют получить отказ Ну быть к нему готовым И чтобы ты радовался Ну, часто же получают люди отказ Так или иначе Ну просто мужчина Он всегда Опять же, мы берем старую дебильную модель Которая до сих пор имеет место быть Вот он говорит Я хочу Но у него уже сразу В голове должен быть навык Что меня могут послать в задницу Ну Это, наверное, логично У вас этого нет, да А вот То есть нет другого варианта Нету равенства То есть В любом случае Ты идешь В 50% отгребаешь Нет, Саша Если ты кому-то что-то предлагаешь Конечно, у тебя 50 на 50 У тебя есть Вероятность Того, что тебе откажут Мне до сих пор так страшно Почему ваши помогают Седрику? Не знаю Они вдруг прекратили бой И страшилы тоже Стояли и таращились Пока Седрик не отдал команду Я поняла Папка постоянно подслуживает Это нормально? Слушай, я уже задумался мы вместе с девчонками Нишка говорит ли нам тише Или, допустим, ну Не приходить к ней в ресторанчик Каждый раз Я поняла Не, ее советы, как бы, получается Им помогают в целом, но... Дело не в этом Я поняла Корнелии нравится Калиб А, вы не пора... Вы не пора... Я просто начало разговора услышала Потом отвлеклась Тут снаходцы Как теперь нам разбудить повстанцев? Я не знаю На этот вопрос ответит только волшебный оракул Опять? У оракул... Глаз разбит Это нормально? Наверное Просто ударился Давай послушаем Чего Уэл говорит Несем копалку в хлам? Несем копалку в хлам Ясно Ух ты... Ух... Он красавчик гром домских сердец Да, уже очередь стоит Идем у нас задание Он украл это? А как он это у него... Как он у Седрика это стащил? Да это же гениальный вор. Ну, это Бланк. Лучше подудеть. Секретные, без клоунских дудок. Бланк что, не может сказать, что это та самая дудка? Упс. Может, это не она? Нет, тот же самый эффект колебания воздуха. Да, да, слушай, да. Смотрите, ух, повстанцы зомби в зоне поражения. Вилл! Намекнем им, чтоб двигали отсюда. Все прыгайте в брус. Стражницы с находцей вступить в бой! Пробойник вниз! На помощь! Дичь! То есть, а, они уже... Они подумали, наверное, что вода их приведет к чувству, как калеба. Ну, калеб же под водой спрятался. Но так не работает. А, слушай, так подожди. Я просто думаю сейчас про Бланка, который заметил эту штуковину, хотя находился вместе с калебом. Понял, что это она украла ее у Седрика, и при этом не знает, как она работает. Ну, ладно, это может быть маленькая сюжетная дырочка, но неважно. Ау, есть кто-нибудь дома? А она же разве в прошлой сцене не очнулась? Не, а с чего ты взялась? Смотри, у нее глаза были нормальные в прошлой сцене. Смотри. Видишь? Да. Абсолютно нормальные, не потускневшие глаза. Я думал, что вода ее в чувство привела. Ау, есть кто-нибудь дома? Эй, зомби! Чтобы это не было кристаллом, оно не лечится. Уходим. Ау! 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 Просто оставили ее. Не говори, что ты опять оплошал. Временная заминка, мой князь. С лишней парень тысяч... Знаешь, что, ну вот, они сейчас решают опять какие-то проблемы меридианские, и вообще никто, ну, всем наплевать вдруг стало на Элеон. Я вот этого не могу понять, правда. Той же самой Корнелии, которую там вроде как в прошлой серии там, не знаю, с пеной у рта доказывала, что Уилл виновата и все неправы. Она просто помирилась с Уилл. Хорошо, она там ее там попросила прощения, все дела, это все очень мило. Несмотря на то, что на Уилл это всего лишь недавняя дружба. С Элеон она с самого детства знакома. Я просто не понимаю, почему чародейкам так насрать. А если попробовать их защитить? Они уже... Все, невозможно. Она с братом... Брат задурманил ей сознание, нам надо другим методом, нам это не показали, ну, давай фантазируем. Ну, вот именно, что это не показали. Если бы они сели и поговорили, что, окей, сейчас бессмысленно ее трогать, потому что она там под какими-то чарами. Ну да, это упущение, нам это надо было хотя бы намекнуть на это. Хотя это тоже как-то странно. Они вообще не разрабатывают никакой тактики, никакого плана. Это их подруга, господи, у нее были их волосы. И это забавно, потому что они живут обычной жизнью. Она хочет пойти на концерт. Корнелия пристает к Алибу. Да, все запили. Обычной будни. Все исправлю. Это он нам показал. Рук гипноса исчез. Нам говорили в комментариях, почему он все время орет. Почему? Я... И вращение больное? Да. Это как роды. Да нет, настолько. Ну ты рождаешься новой тварью, да? Кости меняются. Ты когда-нибудь рожала? Нет. Ну вот это вот так вот. Но пожалей о своей ошибке. В это состояние их погрузил рог гипноса. Она все время стоит под душем. То есть... Опа, умали в мой нежный гель. Сказать рог? Звук рога обращает в сноходцы всех, на кого рог направлен. Экалебрешь! Сноходцы повинуются тому, кто трубил в рог. Они беспощадные бойцы. Как расколдовать их? Эта мелодия снимет чары. Но нужно найти рог и уничтожить. Насчет рог. Смешная история. Как он выглядит? Погоди-ка. Калеб выбросил рог. Он, 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 он. Надо придумать, где я была весь день, а то меня точно никуда не пустят. Собрание? Но не пятый же раз за неделю. Странно. Выглядит как новый. Придумала. Я училась играть на этой странной штуковине, чтобы играть в нашем школьном оркестре. Годится? Стой, ты что делаешь? Она же грязная, из помойки. В рот сразу пихать. Кстати, да, реально, что за трэш? А помойка, ну, охренеть какая грязная, посмотри. Вся в дерьме. Там надо было хотя бы... какой-то стал. Протереть это. Пап, извини, я задержалась в школе, но в пятницу хочу на танцы, а сегодня к подругам. Так что... Как скажешь. Правда? Неужели? Как скажешь. А она что, не видит, что у нее украли? А, а ей, вот сама мысль о том, что ее отпустили, настолько, как будто ты львонкой достал шоколадный шарик на дне камина. Все, тебя выносит. Плевать, что отец обдолбанный какой-то или еще... Главное, в пятницу сходить. Да, он может в любой момент передумать, там не до вот этих подробностей. Добрый вечер. Столик на одного. О, здравствуйте, госпожа директор. Проснись, пап. Не хотите взять столик у окна? Как скажешь. Ты трудился на кухне, бедный. Что ж, до завтра. Передайте это школьному оркестру. Пап, брилляк, я сегодня поздно. Школьному оркестру. Отец, смотри, упал. Я, знаешь, что подумал? Как бы это могло быть узугубиться? Вот школьному... Усугубиться, да. В школьном оркестре, возможно, кто-то стоит на вокале и поёт какую-то песню. Ведь повинуется тому, а, нет, повинуется тому, кто именно... Кто трубит, да. Так что не сработает. Я подумал, что там, возможно, какая-то грязная песенка из гли. Про секс. И... Ага. О, правильно. Утря вне лучше получалось. Ла-ла-ли-ли-ли. Лурвы. Лурвы. Проныропроводник. Должно быть, он взял рог за ними. Снова цыжь ждать. Ты пойдёшь со мной. Ну ладно. Я всегда удивлялся, почему порталы открываются в нелюдных местах. Я понимаю, что это удобно для сюжета, иначе бы как на торговой площади открылся бы портал, хотя пару раз он открывался в людных местах. Допустим, в парке и в кинотеатре. Но все подумали, что это спецэффекты. Ну правда, статистически очень тяжело выцепить. Ну, ну, отрывается там, где это удобно. Персонажам. Очень хорошо. Веди сюда остальных. Ну, Седерик молодец. Он всех не повёл в портал, потому что а вдруг он открылся над водой? Да нет, ему все там не нужны. Ему нужен, наверное, этот друг Калеба, чтобы шантажировать. Ну, он же остановил всех, кто тоже ринулся за ним в портал. Ну да. А зачем лишние люди? Типа, Седерик сам справится. Я сначала подумал, ну, сейчас я подумал, что Седерик это сделал для того, чтобы проверить, чтобы не ломиться как чёрт в неизвестности. Я не думаю, они всегда так делают. Ломятся, в смысле. Ну, правда. Это так опасно. Ты каждый раз ныряешь в портал и не знаешь, куда он попадёт. А он может просто бац и к твоей бывшей. Классная штука-то. Ой, только не тебе, чувак. Кому угодно, только не тебе. Реально. Он же каждый раз, когда чё-нибудь скажет, это херня. Ну что, может, поучимся играть на ходу? Эй, эй, стойте, подождите. В баке пусто. Трагедия! Мы ням-ням украли! И портал остался открытым. Вряд ли Седрик и зомби сунутся среди бела дня, но стемнеет уже скоро. Миссис Лин, где городская свалка? Есть новость. Меня почти пригласили на свидание. Да, круто. И кто этот почти счастливчик? Найджел, наконец, решил подъехать ко мне. Как мило. Калипа застолбила Корнелии. Лишь мы с тобой не пристроены. Смотрите, коллективный выгул оркестра. Подожди, а это что, выпускной какой-то? У них же выпускной каждый год. Танцы, танцы, танцы. Но танцы, это с выпускной всегда связано. Наверное, это не с года, да. Но обычно так. Кто шарит в этой системе, объясните. Я понимаю, что в конце каждого семестра у них выпускной. Типа выпускной в следующий класс. Немножко... Но это не выпускной, это как просто финал года. Это не выпуск. Да, да, да. Это как праздник просто. Да, 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 да. Этот взгляд что-то не то. Находцы, зараза, прониклы в хитрство. Вот там вонюще, наверное. Ням-ням, ты уверен? Где рог гипноза? Поживей! Сноходцы, взяти! Чё за сноходцы? Сноходцы, это, видимо, все люди под гипнозом. А, сноходцы, сон ходить, сноходцы. Мы окружены бланк. Надо что-то делать. Например, прятать. Отдай мне рог, или падёшь от рук собратья. Мы едины! А как они поняли, что он тут? Может быть, Хайлин, как ты сказала, правда? Не-не-не, смотри, они же могут порталы вычислять. А, да. Я думаю, что они на карте посмотрели. Да-да-да. Так они, подожди, так они не у портала, они у свалки. Вот, а у свалки это портал открылся. А, ну да. Семя! Палку! Семя! Семя! Ничего себе! Чё Карнелия такая стала имбовая? Чё произошло? Карнелия вообще очень сильная. Кто-то очень сильно из художников её полюбил и стал придавать ей такое огромное значение. Ну, реально, она не была такой могучей. Илья не замечал. У всех сильная сила. Семя сила. Ну, Я так искренне радуюсь. Просто Карнелия это делает очень эффектно. Ну, это правда очень красиво выглядит. и волосы во все стороны и мимика. Очень красиво, девушка. Назад! Дрейк, это же я, Калеб! Огонь! Продолжайте наступать! Стойте! Они сгорят! Скоси! Сейчас! Беже! О! А! А-а-а-а! Знаю, что ты этого не любишь, но, а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Он явился сюда неспроста. Продолжать поиски! Но я им занюхся сам. Какая крутая серия. Я сейчас... Ну, счастлив, да, можно так сказать. Так ли можно назвать счастье, когда ты филлер не смотришь, да? Не благодари. Бабушка сказала, ты на свалке. Я искал рок гипноза, но не смог найти. Я знаю, как снять чары. Рок? Такого размера, золотой, сверкающий? Да, где же он? В помойке ресторана, а после... О, нет! Школьный оркестр! Уничтожьте рок! Скорее бегом в школу! Я посмотрю, где Седрик и догоню вас. Он так милый ее за ручки взял. Да Кали вообще... Ну, милый совсем. Да, 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 да. Тут что-то как-то непонятно, может быть... Ну, они типа так делают, наверное, чтобы мы... Чтобы... Да, чтобы у всех был шанс. Может быть, с Корнелией, или с Хайлин, или с Вилл. Ну, короче... А кто дудит в трубку? Это чел? Да. И все пойдут за оркестром, видимо, я не знаю. Ну, я так и поняла. Блин, сейчас весь город встанет. Не-не-не, у него глаза какие-то потупые. Подожди. Нет. Ужас! Весь город из Самнамбу. Хайлин, звук переносится по воздуху. Можешь найти оркестр? Я слышу рок и кларметы, которые жутко фальшивят. Спасибо, радио Хайлин. Стойте, дайте мне секунду. Мне надо понять, это... Она по воздуху услышала колебания. Ну, воздух приносит же звук. Ну, звук вообще, на самом деле, много чего может перенести. Допустим, твёрдые объекты тоже могут... Вибрация. Вибрация, ведь звук, это же волна. Волну можно и через воду получить, и через металл, и через всё что угодно. Ну да, он лучше, наверное, распространяется по воздуху. Ну, чтобы у неё появился суперслух. Это что вообще происходит? У нас какие-то тут побочные эффекты создаются. Ну, слушай, они с каждым разом становятся сильнее. И это очень круто. И это очень круто. В прошлый раз... Вилл открыла в себе радио. Это не Вилл открыла, это камень Кондракара превратился в радио. Да, и владеет технически, по-моему. Они сами приведут меня к Рогу. Нет, реально, Седрик змей и Седрик человек, два разных Седрика. Реально, ну, как бы, человек Седрик, он, конечно, злой, но он такой. Круто. Ну, как сказать, он прикольный. А Седрик змей... Ты их по-разному воспринимаешь, да? Как будто это не один и тот же персонаж. Да, для меня этот змей, это не Седрик. Это какой-то мужлан. Насколько сильная внешность меняет в голове восприятие? Вот именно, что дело не во внешности. Дело в том, как он себя ведёт. Тот Седрик просто такой... Эллион Браун. Ну, типа... А он не в той физической форме для того, чтобы выпендриваться. А это жесткий, фу, нехороший. Слушай, а ты права, ведь не только меняется голос и тело, меняется и характер поведения. Да, да. В форме змея он вообще лютый. И постоянно орёт. Да. Я думаю, что когда... Он орёт не только, когда превращается. Есть гипотеза. Это всё гормоны. Когда он превращается в змея, у него прям... Гормоны змея? Да, да. Вот этот змеиный тестостерон. Он всё... Гибермаскулинность! А-а-а-а! А когда он такой весь, худенький такой всё, это здравствуйте, Эллион Браун. И возможно, вот эти... Он как Халк. Это как... Халк, да? Ведь Халк и... О, да. Брюс Бэннер... Я не спутал, да? Брюс Бэннер. Я помню. Я тоже. Два разных, получается, персонажа. Это Халк в мире, чародейка. А еще он абсолютно беспалевный. Такой, летят чародейки над городом. Ну, уже плевать, что летят чародейки над городом, что это уже никого не волнует, пусть летят. Никто их не видит, потому что все зомбированы. Сам Седрик, он постоянно в змейной шкуре. У меня уже он переоделся. Когда? Когда? Доехал уже на своем пузе? Ну, да. Ну, вообще... Ну, потому что ему так легче передвигаться. Мне единственная претензия в этом сериале в том, что почему-то здесь нету служебных органов самоуправления, нету ни полиции, ни пожарных, никто не может спалить их. Ну, отец Ирмы полицейский, как видишь, он только в одной серии появился. Да, но это странно, то есть они прям конкретно палят, вот этот хотя бы моментик доработать, идеальный сериальчик, идеальный. Они везде палят свои суперспособности, и в городе никто не задаётся вопросом, что здесь происходит что-то не так. Все живут своей жизнью. То есть одно дело, было бы прикольно хотя бы на пару кадров показать, что в новостях что-то произошло. Где-то кто-то что-то говорит, а ты слышал что-то. Люди просто не видят ничего. На следующую серию они забывают. Это пугает. Причём в Меридиане всё, что происходит, они все знают. Там всё, как бы мир кишит, люди понимают всё это. А в нашем мире все, вон, как слепые. И это не влияет на Седрика? На кого это влияет? На... Седрик не человек, он змей. На Меридиане тоже не люди. Нам же сказали, что это другая раса. Ну, это... Хорошо. Седрик в любом случае отличается от той расы. На эту расу он... Хорошо. Это также не влияет на Бланка. На Бланка, да. Ну, какие-то, короче, расы это не влияет. Это влияет на меридианских людей, на землянских людей. Короче, на людей. А на Меридиане люди или калибоподобные какие-то существа? Ну, калибоподобные люди, да. Эй, Змеюка! Что ты забыл на этой стороне? Трэш, Хайлин, нет. Ух ты, почти что семь. А где весь народ? Это, кстати, странно. Хотя нет, я думаю, воздухом можно... Вообще, вот какой состав воздуха, чтобы точно понять, достаточно ли у него частиц для того, чтобы нивелировать волну звуковую. Что значит нивелировать? Ну, то есть надо в противофазу дать волну воздухом, чтобы... Ну, как, знаешь, как шумодав... А, типа, чтобы могла сделать Хайлин? Да, 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 да. Могла бы? Да вот я думаю. Наверное, нет. Ну, должно быть что-то в роли... Ну, она сама является в роли излучатель. Можно сделать... Знаешь, как шумодав работает? Угу. Ну, вот, допустим, шумодава в наушниках. Там у нас волна идёт, а шумодав берёт и точно такую же волну зеркалит, и в обратную. И она сталкивается друг от друга, и ты, получается, её как бы не слышишь. Ну, очень приблизительно, я не физик. Кайлин, получается, могла бы то же самое сделать. Могла бы, но не успела. А, тогда, когда он дул, Галеб, допустим, бланк был позади, и то есть волна вот воздуха, точнее звука, она не коснулась бланка, тогда. Ну, что за бред? Звук на то и звук, что он распространяется. Не, ну, видишь, он вот так вот распространяется. Это и... Бланк был зачем? Он стоял за какой-то штукой. Да ну, 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 ну. Ну, Саш, ну, сто процентов тут так было. Ай, или они притворяются? Может, они притворяются? Мне кажется, что бланк притворяются. Званк славный играть. Да, они притворяются. Да, они притворяются. Ну, не настолько. Мне надо в зал. Где сцена? Сноходцы! Так, а почему калибр? Я не понимаю, как это работает. На калибра почему не повлиял? Ведь он тоже слышал этот звук. Да, он сейчас не дул. Он дул до этого. Они только присоединились. Я запутался. Прикончить страшниц. Но мы не можем их трогать. А как это работает? То есть, если кто-то подул, дул трубач, и ему повинуются все. А, нужно передудеть. Да, Седрик все готово. Надо взять у него трубку, опять дунуть, и они услышат уже от Седрика. Да, да. Прикончить страшниц. Прикончить страшниц. Трэш. Ну вот, хоть кто-то пришел. Что-то нужно, брат? Да. Одолжи инструмент. Так нужна же была арфа. Да здесь стоило. Калибр забрал электрогитару. Нет, все, я не буду ничего комментировать. А, которая на электрогитаре. Да, я не буду ничего комментировать. Я хочу посмотреть, как он это сделал. Чего, у нее сердце Кондракара прям внутрь влезает? Прям в нее? Наверное. А я думал, куда девается кулон, а он, оказывается, вшивается ей в грудь. Это же сердце. Да. Логично. Весьма. Весьма. Директриса, как она туда забрала? Вот действительно, человек на многое способен. Мы сами себя ограничиваем. Вот здесь наша тюрьма. Посмотри, как высоко закрапкалась. Группа Куин. Слушай, я обожаю вот это все, но откуда звук? Ну реально, это же электрогитара. Ну, слушай, это прям факап. Потому что любой кретин знает, что для этого нужен усилок. Где комбик? Должен быть комбик. А, вот. А, нет. А, подожди. Можно. Можно. Ну, это ж какое должен быть радио... Можно передать по радио, можно передать по Wi-Fi, можно передать через интернет. Но в то время... Да вот я думаю. Звук вообще так не передается. Потому что помехи, потому что много всего. Короче, все на шнурах делается. Я знаю, что есть пару гитар, которые так могут. Это ладно. Но не для школьников. Там же была в пророчестве. То есть не в пророчестве, а Оракул же сказал, что нужна арфа. Типа местный заменитель арфы. Импортозамещение, блин. Причем арфа в нашем мире есть. Да. Да. Ну, и Калеб умеет классно играть. Какой риф крутой. Ну, в смысле, классный. А как уничтожилась эта штука? Почему? Забей. Да не... Прочий меридиан. О, как я там очутилась. А, многих заносит лихорадка школьных танцев. Гипнотический ритм рок-н-ролла. Так и тянет на стену. Все в норме. Что ж, значит, зацепила. Хорошо, продолжим танцы. Ну и ну. До свидания. Хорошо. Нет, все равно Калеба очень крутой риф. Мне нравится. Ну, как он играет. Слушайте, правда... Я не могу смеяться с тем, что это не арфа. Да, и вообще условия выполнения этого пророчества просто плевать. Это красиво, это эффектно, но ни хрена непонятно. Ребят, кто в музыке более-менее шарит, точнее в технике, пожалуйста, объясните. Это вообще реально. Я ни разу такого не видел, но видел. Но, кажется, это самоделки были чьи-то. Чтобы можно было через радиосигнал передать на комбик. Это у комбика должен быть ретранслятор. В общем, можно это сделать в теории. Ну, короче, расскажите. Я вообще... И почему это не арфа? Ну, похоже, да. Но это струнные инструменты. Вообще никогда не похоже. Ну, это же не арфа никакая. И, кстати, почему именно этот звук? И почему, сука, Калеб так хорошо играет? Меридианские танцы? А что же еще? Стой. Не проник, старушка. Мартин, пока. Что происходит? Что это за танец? Меридианские танцы. И не прикопаешься. Она что, выкинула своего парня? Да, это не ее парень. Они не встречаются. Они встречаются. Они не встречаются. Они встречаются. Она его даже поцеловала. Ну и что? Мало ли кого она целовала в этой жизни. Не знаешь, что они встречаются? Ну да, она маму, папу целовала. Нет, не хочу, чтобы они встречались. Ну и где твоя подружка? А, на медляк пришла. Что, на сцену? Что, на сцену ее? Господи, как это прикольно. Приминает танец из криминального чтива. А, да, 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 4. Так, все, посмотрели. Чьи-то попки сейчас, наверное, одна за другой просто взрываются. А кто-то взрывается, потому что как на это вы не знаете ответа? Давайте объединимся. Взорвавшиеся жопы объединим с знатоками лора этой игры. Объясните за музыку, поясните. Почему это сработало? Почему? Ей все плевать. Короче, вы поняли. Я в шоках. Но серия крутая. Серия, да, интересная. Сама по себе не докапываться до этих всех моментов. Вы же понимаете, это просто угар, потому что я не понимаю, как это работает. Так, что я хотел сказать? Пока я им хотел до свидания сказать. Пока. Пока. Пока.